В 2003 году журналисты 10 канала писали о том, что на улице Попова в доме номер 71 обнаружили тела трех человек. Для мирных жителей тихой улочки то еще происшествие. Убили пенсионеров Спириных и их родственницу на живой ради. Вынесли все ценные деньги, ковры, хрусталь. Виновных задержали. Ими оказались молодые люди 22 и 24 лет. Больной Татаркин 50 лет. Находится у нас в течение 10 дней. До этого он в течение 5 дней проходил лечение в поликлинике по месту жительства с диагнозом лакунарной ангина. И после того, как были взяты мазки, в мазках был выделен возбудитель дифтерии, он был переведен к нам. А это случилось 23 апреля 2004 года. В Мордовии зафиксировали случай заражения дифтерии. Заболевание редкое, опасное и тогда призывали население прививаться. А то мало ли что. Не знали еще врачи, что через несколько лет появятся антипрививочники, которые категорически возражают защищать от страшных болезней себя и своих детей. Но это другая тема. Идем дальше. Парашют весит 15 килограмм. В 2005-м, 23 апреля, в Мордовии открывали парашютный сезон. Тогда этот вид спорта активно развивался. На базе аэроклуба было много желающих быть вытолкнутыми с борта судна воздушного. Сейчас это спортивное направление в республике подзабыли, потому что футболом единым жили. А сейчас долгами футбольными. И хорошо, что он был задержан вовремя, потому что он таких не мог дел натворить. Осуждать и переживать тогда мог сотрудник пресс-службы ныне несуществующего наркоконтроля Евгений Начаркин. Если вы смотрите и недоумеваете, что, когда и о чем. Напоминаем, это 2008 год. Комментарий на тему пойманного злодея, а именно употребляющего наркотики водителя пассажирской газели. Как молоды мы были. И как много успели увидеть на своем профессиональном пути. Например, в 2010-м, 23-го апреля, эвакуировали жильцов многоквартирного дома на Химаше. В подъезде обнаружили чемодан. Шуму было, слез старушечих, но обошлось. Внутри багажа оказался только воздух. В 2011-м любители больших машин и бездорожья собрались в Мордовии на трофи-рейд. Было шумно, грязно и весело. В 2012-м мы запомнили, как год большой воды и паводок был небывалой силы. К 23-му апреля люди стали возвращаться в свои дома и подсчитывать убытки. Люди плакали, и многие потеряли все. И все, что в доме, и сами дома стали непригодными для жизни. Весной 2014-го ветру порыв сделал больно владельцам иномарок. Это сейчас мы знаем, что в Мордовии бывает ветрено. Раньше такое было новостью дня. Нынче МЧС уведомляет. Ветер близко. Прячьтесь, глупцы. Несмотря на нелетную погоду, аттракционы в парке были проверены. Все они готовы к началу сезона. Мы тоже решили поучаствовать и проверить их на себе. А это наша Людмила Чекал. В 2014-м она раньше всех проверила, как работают качели и крусели в Пролетарском парке. Убедилась в безопасности. Будучи мамой троих сыновей, ее экспертному мнению мы доверяем. Таким был этот день. 23 апреля. В разные годы нашей профессиональной жизни. Дина Мустаева. Наши новости.